Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Плохие манеры. В Титовке обнаружена несанкционированная свалка. За прошлый год, в 2022, выявлено 43 несанкционированные свалки. Кто ответит за свинство? Несколько раз перевернулся и вылетел в кювет. В Могилевском районе на чужой иномарке разбился работник автомойки. Безрассудство или храбрость? Давно не приговор. В Беларуси выздоравливают 85% больных туберкулезом. Коварность данного заболевания в том, что на ранних этапах его человек не чувствует. Как распознать недуг? А также самоотверженный труд, полевые работы и оздоровительные услуги. В стране активизировался внутренний туризм, что пользуется спросом. За самоотверженный труд министр обороны вручил награды военным медикам за работу в Сирии. Эти люди, акцентировал Виктор Хренин, совершили поступок настоящих патриотов, верных воинскому долгу. Белорусская медицинская миссия работала в государстве на Ближнем Востоке ровно месяц. 16 февраля туда вылетели 45 специалистов. Терапевты, хирурги, неврологи, анестезиологи, инфекционисты и окулист. Госпиталь для пострадавших был развернут в Алеппо. За это время туда обратились более 3000 человек. Кто бы мог подумать, в Могилевском районе на чужой иномарке разбился работник автомойки. Накануне утром в Кювете обнаружен «Фольксваген Поло». Водитель погиб. По предварительной информации, 23-летний житель области не справился с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части и несколько раз перевернулась. Известно, что днем ранее транспорт молодому человеку доверили для химчистки салона. Ремнем безопасности бесправник пристегнут не был. Ни в какие ворота на окраине города обнаружена очередная несанкционированная свалка. В прошлом году только в Ленинском районе ликвидировано 43 таких места. Порядки коммунальщики навели, но на этом опиющие случаи не закончились. Оказалось бы, элементарных правилах приличия Ольга Васенда. Еще несколько дней назад окраина Титовки напоминала настоящую свалку. Чего здесь только не было. Грудопластиковых бутылок, грязных тряпок, целлофановых пакетов, старых коробок и никому не нужных вещей. Пять тонн отходов, следы невоспитанности и халатного отношения к окружающей среде. Вопиющий случай на контроле администрации Ленинского района. Данные свалки выявляются несанкционированные, принимаются меры, то есть дается поручение коммунальным предприятиям на их уборку. За прошлый год, 2022, выявлено 43 несанкционированные свалки. Все они убраны, все они были ликвидированы нашими коммунальными предприятиями. Подобную картину периодически можно увидеть в Еловиках, микрорайонах Западной и Киселевичи. Что сюда нерадивые горожане только не скидывают. Ликвидацией несанкционированных свалок занимается спецавтопредприятие. И это с учетом того, что мусор с частного сектора вывозится еженедельно. Если отходы крупногабаритные, коммунальщики предлагают воспользоваться доп. услугами. Могут обращаться к нам по телефону 59 75 05 или по адресу Орженикидзе 101 А. Мы производим по заявкам дополнительный вывоз мусора. С строительного мусора это платное, в зависимости от объемов мусора. Администрации районов, санэпидемстанция и инспекция по охране природы постоянно проводят мониторинги. Меры по борьбе с нарушителями применяются жесткие, но эффективные. В местах скопления свалок специалисты устанавливают скрытые камеры. Штраф за свинство до 37 тысяч рублей. Был случай, когда физическое лицо в феврале текущего года вывезло отходы на личном транспорте, оборудованном прицепом в лесопарковую зону микрорайона Киселевич. То есть этот факт был запечатлен на средствах фото-видеофиксации. Виновное лицо было установлено, вина его доказана. И он привлечен к административной ответственности. Беларусь сокращает количество отходов, переходит с полиэтиленовых пакетов на бумажные, с пэт-бутылок на стекло, отказывается от одноразовой посуды взамен на то, что не оставит от себя следа на планете. Так может, стоит принять в этом участие каждому и хотя бы донести мусорный мешок до контейнера. Ведь это, казалось бы, так просто. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Пассивная компания, подводная ловушка и финансовая поддержка. 10 тысяч ветеранов получат матпомощь ко дню победы. О какой сумме речь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Регионы Беларуси включаются в пассивную компанию. Для этого в сельхозорганизациях есть всё необходимое. Вслед за Брестской, Гомельской и Гродненской областями присоединилась Могилёвская. Главное сейчас поймать влагу, которая есть в почве. Под ранние яровые по республике в 2023-м отведены 650 тысяч гектаров. На севере страны к полевым работам планируют массово приступить уже в начале апреля. В стране вступил в силу запрет на вывоз некоторых промтоваров, в частности гипса, цементов зубных и других материалов для пломбирования. Дезсредств, лаков и краски на основе синтетических полимеров. В списке также устройства для подъема и погрузки, бульдозеры, тракторы, ткацкие, токарные и другие станки. Постановление действует в течение шести месяцев. В Беларуси активизировался внутренний туризм, промышленный, оздоровительный, медицинский, образовательный, направления разнообразные. Запрос у людей есть независимо от сезона. Спросом пользуется оздоровление. В текущем году здравницы по стране заполнены под 90%. Привлекают хорошо развитая инфраструктура и широкий комплекс услуг. Для увеличения турпотока из-за рубежа открываются новые авиарейсы. Матпомощь ко Дню Победы получит около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной. Деньги выплатят с 26 апреля по 4 мая. Суммы будут варьироваться от 850 до 2000 рублей. Это больше, чем в прошлом году. Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 10 миллионов. В стране закрыт сезон зимней рыбалки. Выход на лед запрещен. Однако сообщения на номер 112 о провалившихся рыбаках поступают еженедельно. Спасатели напоминают родителям о необходимости контроля за детьми. На следующей неделе у школьников начнутся каникулы. А значит, недопустимо, чтобы подростки одни оставались дома. Особенно это опасно для тех, кто живет вблизи водоемов. Лучшая тактика – профилактика. В Беларуси выздоравливают 85% больных туберкулезом. Международный день борьбы с недугом горожанам предложили пройти экспресс-обследование на современном Пульмаскане. Мобильный пункт расположился возле входа на центральный рынок. Все желающие смогли сделать флюорографию и бесплатно получить консультацию в тезиатра. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается от больного человека к здоровому. Коварность данного заболевания в том, что на ранних этапах его человек не чувствует. Поэтому очень важно проходить рентген-обследование вовремя, ежегодно, чтобы выявить заболевание на раннем этапе. Туберкулез занимает 9 место среди главных причин смертности в мире. Каждый день от болезни умирает более 4 тысяч человек. Заражается около 28 тысяч. В Бавруйске и районе в прошлом году зафиксировано 43 случая инфицирования. Предотвратить реальный сигнал СОС. В Бавруйске завершается акция «День безопасности. Внимание всем». На протяжении месяца сотрудники МЧС напоминали горожанам о самом важном, в том числе и безопасность в студенческих общежитиях. Учащимся показали обучающие фильмы, напомнили правила эксплуатации электроприборов и номера экстренных служб. Здесь же прошла учебная эвакуация. Сегодня еще и смогли отработать навыки пользованием порошковым огнетушителем. Как оказалось, это сделать достаточно просто. Каждый понял, что в любой чрезвычайной ситуации возгоранием можно воспользоваться таким средством и ликвидировать данный очаг возгорания. В 2022-м в общежитиях страны зафиксировано 36 пожаров. Жертвой огня стал один человек. Причем около 30% возгораний происходит из-за забытой на плите пищи. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА